Говорим, что такое йога смеха и поговорим историю ее возникновения. В Индии, в крестьянской семье, где было 8 детей, родился младший, мадам Катария. Его маме очень хотелось, чтобы ее сын получил хорошее образование и стал врачом. Он окончил медицинский колледж и поехал работать с семейным врачом в Монбай. Естественно, ему приходилось много работать, работа была нелегкая, он завоевывал авторитет, испытывал и стрессы, и напряжения. И как-то к нему в гости приехала мама, которая увидела, что он очень изменился. И она ему задает вопрос. Мадам, а где твоя улыбка? Почему не блески от твоей глаза? Где твой необыкновенный смех? Мадам проанализировал и понял, что у него возникли проблемы с этим. И он решил отыскать свой смех. Смех – ключ к счастью и радости. Мадам стал изучать роль смеха, читать научную литературу и выяснил, что смех полезен как для ума, так и для тела. Особенно его вдохновила книга американского журналиста Нормана Казинца «Анатомия болезни», который описывал, как он вылечился от хронической болезни, поражения всех суставов позвоночника, используя смех. Норман заменил все анальгетики сеансами смеха. Он смотрел комедийные фильмы, слушал смешные истории и заметил, что ему стало легче. Он обнаружил, что 13 минут смеха давали ему 2 часа сна без боли. Мадам Катария задумался, ведь жизнь на самом деле такая сложная, волнительная, много стрессом, и люди крайне редко смеются. Он поверил, что смех улучшает здоровье, и этот способ является справиться со стрессом. Он стал испытывать шутки смех на своих пациентов и обнаружил, что их выздоровление идет быстрее. Мадам Катария, терапевт, физиолог, доктор медицины, 13 марта 1995 года, совершая ежедневные утренние прогулки, он пришел к мысли создать клуб смеха и стал в парке обращаться ко всем, с кем гулял, ко всем прохожим, которых он встречал. Все удивлялись, отворачивались, подвели, и только 4 человека, гуляющих в парке, дали ему согласие. Таким образом был создан первый клуб смеха, состоящий из 5 человек. Люди стали встречаться каждый день, рассказывать друг другу смешные истории, шутки, анекдоты, к ним добавлялись. Еще люди заражались смехом и хорошим настроением, и у всех стало улучшаться самочувствие. Отстаивая пользу смеха для здоровья, клуб увеличивался в своих размерах, где бывали люди. Но наступил момент, когда шутки, истории иссякли. И начали рассказываться негативные, обидные шуточки, которые некоторых людей раздражали, обижали, уводили от открытости смеха. И пришли, они начали говорить Маданну, что давайте клуб закроем. Мадан был очень увлечен этой идеей смеха, как способом улучшения и здоровья, и эмоций, и жизни. Он попросил, дайте мне, пожалуйста, один день, я попробую найти выход из этой ситуации. Я попробую найти ответ на этот вопрос. После долгих изучений всех исследований, литературы и так далее, Мадан Катария сделал очень важный вывод, что мозг наш не различает естественный или искусственный смех. Он дает эффект, этот смех, и искусственный, и естественный, для улучшения самочувствия. Вырабатывает гормон счастья эндорфин, который обезболивает, улучшает самочувствие, улучшает эмоции, настроение. И он пришел к выводу, что смех – это активное проявление радости и счастья. Нет смеха, нет радости. Так и появилась методика йоги смеха. Йога смеха – это уникальная оздоровительная методика дыхательной гимнастики. Йога смеха является саморегулирующей системой своего физического и эмоционального состояния, которое помогает контролировать себя, вырабатывать новые привычки, контролировать свои эмоции и так далее. И поэтому она была основана на трех составляющих. Это гелатология наука о смехе, физиология и нейробиология наука о мозге. Таким образом, образовавшаяся уникальная методика йоги смеха разработана была и включает в себя пять составляющих йоги смех. Это игротерапия, дыхательные упражнения, медитация, релаксация и смех. И еще раз повторю, главной концепцией является йоги смеха то, что мозг не различает естественный и искусственный смех. Вырабатывает эндорфин, гормон счастья, вырабатывает зеркальные нейроны, формирует новые привычки, состояния и так далее. Смех является актом дыхания и позволяет увеличить объем легких, циркуляцию кислорода в легких, в мозге. Это является очень важным фактором. Сегодня йога смеха более чем в 110 странах уже получила большое распространение. И сегодня тысячи клубов и миллионы людей занимаются йогой смеха. Йога смеха преследует три основные цели. Это здоровье, это счастье и мир во всем мире, что сегодня так необходимо нам всем в это сложное время. Время использования йоги смеха меняет человека, меняет его отношение к семье, в дружбе, к друг другу, меняет его мировоззрение, уход от стресса, умение бороться со своими негативными эмоциями и учит их контролировать. И формирует новые нейронные связи. Главное ведущее это счастье и радость. И давайте мы себя-то будем представлять, что мы все с вами в детском саде для взрослых. И я хочу один момент еще сказать, что мы учимся, и я училась и учусь у амбассадора, двукратного чемпиона по смеху. Это Мики Ефимова, который является учеником Мадана Катария. Хочу пожелать дому радости Ефимова процветания. Я думаю, что мы можем перейти к следующему моменту изучения это пользы смеха. Очень сложно добавить что-то после Элины Михайловны про пользу смеха, практически все уже сказали. Но еще раз мы подытожим. Итак, все из нас слышали фразу, что смех продлевает жизнь. И почему так говорят? Ну первое, первое это, конечно же, здоровье. И когда человек смеется, это эмоциональный фон, это эмоциональный интеллект, это позитивное мышление. Это вибрация, массаж внутренних органов, кишечника. Развиваются легкие, развиваются наши дыхательные все органы. Не случайно певцы, они тоже занимаются дыхательными практиками. Практически йога. Почему йога? Потому что это все идет именно про дыхание. Нормализуется давление. Когда человек смеется, поступает много кислорода, расширяются легкие. Кислород поступает в мозг. И это на 80% больше работает мозг. Соответственно, это творчество, это креативность. Когда мы занимаемся смеха йогой, то мы улыбаемся. Это фейсбилдинг, потому что у нас прокачиваются нужные мышцы. И наше лицо, если имеет какие-то мимические морщинки, то только позитивные. Поэтому прежде всего смех – это здоровье. Второе, смех – это счастье. Ну как уже сказала, это позитивные эмоции. И человек тренирует себя быть радостным. То, что входит в привычку. Если мы каждый день выполняем это упражнение, то мы входим в состояние счастья. Это гормоны радости, это эндорфины. И это уже наш привычный фон. То есть мы действительно человек, который несет радость, счастье. Мы проводник радости. И это здорово. И третье – это мир во всем мире. Функция смеха. Ну, конечно, трудно увидеть человека, если он смеется, чтобы он одновременно был каким-то там злым, ненавистным. И представьте себе, что если все люди будут смеяться, если нейронное отзеркаливание будет передаваться от нас другим людям, если мы действительно начнем с себя и будем нести этот свет людям, и представьте, что все вокруг будут улыбаться друг к другу, все будут радостные, счастливые. Будут ли одновременно у таких людей какие-то плохие мысли, кому-то причинить вред? Ну, нет, конечно. Поэтому мир во всем мире – это тоже важная функция смеха. Поэтому будьте счастливы, радуйтесь жизни. И не случайно в Библии сказано, будьте как дети, всегда радуйтесь. Поэтому 365 раз в Библии сказано слово «радость». И давайте радоваться. Мы рождены в этой жизни, чтобы быть счастливыми. Но есть некоторые противопоказания для йоги смеха. У кого серьезные сердечно-сосудистые заболевания, у кого серьезные заболевания дыхательной системы, нельзя заниматься. Беременность выше 7 месяцев тоже немного опасна, потому что там идет все-таки большое напряжение. Послеоперационные швы, то есть люди, недавно принесшие какие-то операции, имеющие послеоперационные швы, временно не должны заниматься йогой, пока все эти швы не заживут. И самое главное противопоказание – мы занимаемся все вместе. И не должно быть больных с ОРВИ и ОРЗ, потому что идет глубокое дыхание, мы глубоко вдыхаем, и это просто забота друг от друга, если это занятие идет оффлайн. Мы с вами уже немножко узнали, что такое йога смеха. И что смех важен, и он является уникальным депрессантом, антидепрессантом. Это и здоровье, и настроение, и состояние, и многое-многое другое. И поэтому нам очень важно научиться оценивать и измерять свои шкалы состояния. Как перед началом занятия, как перед началом выполнения упражнений, так и потом. Поэтому я вам рассказываю. Существует три шкалы состояния. Это шкала радости, которая измеряется от нуля до десяти. И мы субъективно, по собственному состоянию определяем, какова у нас шкала радости. Такая, 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 на пять, на три, на два и так далее. Вторая шкала, это шкала физического состояния. В каком состоянии мы приступили к упражнениям, к занятиям? И в каком физическом состоянии мы окончили? Она тоже измеряется от нуля до десяти. И так как мы говорили с вами, что йога смеха и смех влияет на настроение, на эмоции, очень важно, очень важно все-таки понять, как изменилось до и после наше отношение к людям. Вот такие три шкалы, которые нужно нам измерять. Ну, теперь наступил момент, когда нам надо и познакомиться с вами. Знакомимся, встаем. Встаем, знакомство происходит стоя. И я очень рада вас всех видеть и приветствовать в нашем клубе смеха. Давайте знакомиться, радоваться, приветствовать. Улыбаемся и радуемся. Смотрите, сегодня кто я? Я вообще больше 30, почти 40 лет занималась образованием, подготовками, формированием личности молодых людей. И поэтому мне оказалось близко к моей душе, к моим духовным понятиям йога смеха. И сейчас я перед вами стою. Меня зовут Элина. Я тренер по радости. И буду вас приветствовать, формировать в вас радость, любовь и счастье. Призываю вас в наш клуб, в наше общество, в котором всегда присутствует доброжелательность, сердечность и дружба. И давайте научимся. У нас есть такая классная читалочка, которая поднимает наше настроение, перестраивает нас. Хо-хо, ха-ха-ха. Хо-хо, ха-ха-ха. Е-е. Хорошо, хорошо. Е-е. Лучший день. Лучший день. Да. И главное, миру мир. Миру мир. Да. Спасибо за внимание. Хочу представить следующего нашего представителя. И так как мы с вами уже сказали, что йога смеха, почему йога – это прежде всего дыхание, то давайте поговорим и сделаем упражнение именно на дыхание. И первое, что нам нужно сделать, мы будем с вами пропивать букву А, набрав воздух в живот. То есть положите руку на низ живота. Представьте, что у вас там шарик воздушный. И вот когда вы делаете вдох через нос, то этот шарик действительно должен расшириться, надуться. Приготовились. Положили руку. И делаем вдох. Шарик надувается. А-а-а. А-а-а. А-а-а-а. 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 Выдыхаем до самого конца. Пожалуйста, делаем вместе со мной. Еще раз. Это была тренировка. А теперь делаем вместе. Внимательно. Делаем вдох через нос. Надувается животик. Чуть-чуть задерживаем. И потом пропеваем букву А до самого-самого конца. Итак, приготовились вместе. Итак. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а. Не всех слышу. тренируемся вместе, потому что помним, что йога – это здоровье, это счастье, да, и нам нужно научиться правильно, прежде чем перейти к смеху, правильно дышать. А теперь мы сделаем то же самое с вами, только на улыбке. Хорошо? Итак, улыбнулись, и когда пропиваем, тоже держим улыбку. Приготовились, набрали живот воздуха. До конца тянем, пока живот не прилипнет по заночнику. Еще раз на улыбке. Приготовились. Долг в живот. Молодцы. Здорово. Сейчас все старались. А теперь мы с вами будем откашливаться. Пусть от нашего организма уходит все ненужное, все, от чего мы хотим избавиться. Да, мокрота, негативная энергия. Пусть у нас организм убирает ненужное, а убирает и наполняется только чистой энергией и кислородом. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы делаем вдох и на одном выдохе мы будем откашливаться. Вот мы убираем все. Как, знаете, запустишь, когда голышек по воде и он такой плюк-плюк-плюк-плюк. То есть на одном дыхании подчеркиваем. Итак, руками можно себе помогать. Приготовились. И вдох. До конца. Молодец. До конца слышал. Да, не прерывая. На одном выдохе мы это делаем. Приготовились. Еще раз. Вдох. Животик. Получилось? Ну, давай. Третий раз. Вот если вы откашливаетесь, если вы чувствуете, что выходит мокрота, это вот просто замечательно. Поэтому все, кто стараются, у вас у всех обязательно это получится. И вы оздоравливаетесь. И приготовились еще раз. Вдох. Животик. Можно встать. И начали. Похоже на смех. Правда? И вы услышите о правилах смеха. И вот сейчас у нас прошла вот такая подготовка. Молодцы!